Но в целом надо понять одну вещь, что человек должен укреплять себя очень сильно с точки зрения возможности быть лидером. Потому что если ты слабинку даешь, то есть ты нервничаешь, злишься на подчиненных, означает ты их не перевариваешь. Ты не можешь выдержать натиск их листья или политический натиск. То есть они строят сети, мягкие, добрые такие сети вокруг тебя, которые в конечном счете душат твою возможность влиять на ситуацию. Все это означает слабость. То есть бывают разные виды слабости, но лидер должен быть сильным. Это самое главное, что он должен делать. Потому что есть действия, которые приводят к стабильности. Допустим, есть какая-то работа просто. Я должен бухгалтерский отчет сдавать. Должен торговлю наладить и все прочее. Все это на первой перспективе кажется очень важным. Но если посмотреть, от чего разваливается фирма, она разваливается элементарно от того, что тебя не уважают. А вот это уже является долгосрочной работой. И это работа не с подчиненными, а с самим собой. Потому что если ты, допустим, делаешь пробежки, что укрепляет волю человека. Вот давайте эзотерически смотреть сейчас на вещи. Потому что вы для этого же пришли. Я не буду вам тайм-менеджмент рассказывать там и все прочее. Вот смотрите. Если вы чувствуете, что, допустим, у вас не хватает силы воли для того, чтобы пробить ситуацию. Допустим, бизнес начал сдавать. Или вы чувствуете, что вы не можете дальше развивать проект. У вас не хватает на него силы. Есть два варианта. Просто перестать его развивать, бросить и развивать следующий. А второй вариант — это разобраться в причине, почему мне не хватает силы. А потому что есть такое понятие — волевой фактор человек. И он имеет ограничения. Вот, допустим, если человек непрерывно бежит, не останавливаясь, то нужно бежать в среднем где-то человеку час пятьдесят, чтобы очистить весь свой волевой фактор. То есть тебе этого пробежки хватит на всю твою судьбу. У нас есть пять психических цилиндров. Они все прочищаются, и судьба всегда действует на какой-то глубине. Ну, то есть это эзотерическая вещь. Другими словами, если, допустим, ты чувствуешь, что у тебя нет силы, воли как бы дальше идти вперед, то это находится всегда в твоем психическом теле на какой-то зоне, на какой-то глубине. И когда ты бежишь, допустим, непрерывно, то этот бег непрерывный усиливает волевой фактор и прочищает все психические каналы. Когда у человека сильные психические каналы, чистые, то это можно с чем сравнить? Допустим, вот два спарринга идет, два бойца сражаются, один другого бьет, а тому вообще по барабану. Ну, то есть это значит, что у него волевой фактор очень глубокий. То есть его просто пару ударами не пробить, понимаете? То есть он очень крепкий. Как говорят, у него кокос крепкий, кокос. Вот, надо сделать так, чтобы у вас был крепкий кокос. Ну, то есть я вам сейчас расскажу три вещи, которые укрепляют кокос. Первое — это длительное непрерывное движение. Не можете бегать, ходите. Четыре часа двадцать минут где-то ходьбы или час пятьдесят бега. К этому надо стремиться. Когда человек так делает, он прочищает всю свою психику, и у него на любой глубине, где бы ни было засада, он волевым образом это все пробивает. Что такое волевой фактор? Он позволяет рано вставать, бросить вредную привычку, позволяет отстаивать внутренне то, что надо отстаивать, не ломаться. Это позволяет сделать так, чтобы подчиненные не ленились. Вот, допустим, подчиненные лениться, ты ничего не можешь сделать. Это твой внутренний волевой фактор. Потому что, еще раз повторяю, твои подчиненные — это отражение твоего состояния. Это не просто так, они все расслаблены, ходят на работе. Это значит, у тебя на них не хватает силы. Твоя жизнь не соединилась с их жизнью. Твои подчиненные — это ты, это твоя судьба. Но твоя судьба может быть не управляться тобой или управляться. Кто такой лидер? Это человек, который управляет судьбой. Это означает, что управление происходит на тонком плане. Александр Македонский перед каждым сражением сначала молился. И когда он в молитве чувствовал, что он победил, он успокаивался дальше. У меня был один интересный разговор с одним боксером, который в своей жизни ни разу не проиграл. Он знаменитый человек, известный. Вот. И один раз он встретился с астрологом. Ну, он не верил в это во все. Но астролог ему сказал, что в этом вот поединке, который у тебя будет, через полгода ты проиграешь по своей судьбе. И он сначала посмеялся, что такие вещи ему сказали, вот, потому что этого он никогда не проигрывал. Но когда у него был свой метод, он всегда представлял человека, с которым он сражается. Очень серьезно представлял его, не типа там, типа он слабый, а наоборот, угрожающе очень представлял. Он смотрел, как в бою этот человек себя ведет, и как будто он с ним дрался и пропускал удары у него. То есть он настраивался на силу этого человека, а не на слабость. И когда он настраивался на силу этого человека, он почувствовал, что тут его нокаутируют. И у него в сердце возник страх. И он таким образом оценил объем работы. Вот он увидел страх, и он обрадовался этому, потому что он понял, что у него есть еще полгода. И дальше он просто начал сражаться с этим человеком, и каждый раз он ему проигрывал в течение многих месяцев. А потом, когда осталось совсем немного до поединка, он вдруг почувствовал какой-то переключатель, включил его и смог победить до того, как началось реальное сражение. Когда началось сражение, то в первый раунд тот его дубасил просто как грушу. И тот ничего не мог сделать. И был нокдаун, то есть почти что нокаут. Но во втором раунде уже все началось по-другому. Постепенно он все больше и больше брал преимущества. И раньше времени победил, досрочно победил этого воина. Понятно, да? Мы с вами говорим сейчас о вашем отношении с вашей судьбой. Мы как бы разбираем этот вопрос. Если вы чувствуете, что судьба сильнее вас, у вас страх перед ней возник, беспомощность, чувствуете, что ничего не получается, это значит, что у вас просто не хватает волевого фактора. Нужно элементарно просто делать пробежки. То есть бежать, не останавливаясь, спокойно, не без усилий чрезмерных. Просто спокойно бежать долго. Не можете бежать – идите. 4 часа 20 минут где-то в среднем нужно человеку, чтобы полностью прочистить всю свою судьбу. Ходить столько нужно раз в неделю, не больше. И бегать раз в неделю. Но плавать не получится, потому что вода раньше очищает человека, чем бег или ходьба. То есть в воздушной среде это как раз сочетается хорошо, а в водяной не сочетается. Если вы будете плавать, вы не сможете плавать, допустим, 1 час 50 непрерывно, потому что вы переохладитесь в результате. То есть вода быстрее охлаждает человека, чем движение. Суть заключается в том, что подчинённые – это часть твоей жизни. И когда, допустим, подчинённые начинают вести себя жёстко, грубо, и ты ничего с этим не можешь сделать, то это не решается просто усилием, которые ты совершаешь по отношению к подчинённым, потому что это приводит к скандалу. То тебе нужен какой-то энергетический запас. Я предлагаю метод, который даёт возможность этот запас установить. Если человек длительно непрерывно двигается, то в какой-то момент подчинённый во время движения появляется у него перед глазами. Это означает, что вот его судьба, она столкнулась с ним. И ты, идя, когда ты идёшь, и у тебя не хочется идти дальше. Ты чувствуешь, что у тебя нет силы. И подчинённый встал. И в это время у тебя с одной стороны нет силы, а с другой стороны в психике стоит вот этот человек. И когда ты идёшь дальше, ты волевой фактор свой делаешь сильнее, чем его способность тебя задавить. Я вам рассказываю метод, который позволяет быть очень сильным в отношениях с младшими. Потому что если человек не имеет такой силы, то он не выигрывает ситуацию.